приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно супер начинаем тогда наш традиционный вебинар эти вебинары я провожу два раза в месяц и в начале вебинара я хотел бы с вами поделиться о том что собственно происходит внутри sky world комьюнити потому что на самом деле сейчас мы находимся на таком этапе что компания соблюдает определенный режим тишины все это видят по коммерческим адресным проектам было озвучено что четыре как минимум проекта были заключены то есть сейчас вероятно происходит уже проектирование предпроектные работы скорее всего уже подходит к завершению но я не имею в этом информации я могу лишь догадываться по дорожной карте того на что юниская string technologies объявили и показали на своем очень мощном современном инструменте новом веб-сайте и очень важно понимать каждому партнеру sky world комьюнити что мы не просто знаете какой-то инструмент привлечения финансирования только для юниской string technologies три года назад мы получили полный зеленый свет на выстраивание своей стратегии возможности развития и конечно же мы начали это делать тем сложности которые мы встречали на своем пути пандемии в том числе мы их преодолели из-за того что на упреждение были сделаны определенные нововведения например вы помните что был запущен процесс еще задолго до пандемии создание новых потенциальных желающих из базы с интернета через различные виды рекламы и фактически все источники рекламы были опробованы мы остановились на instagram facebook сейчас работает фактически более 60 аккаунтов заведенных в crm системы которые получают трафика из интернета в виде потенциальных желающих разобраться в проекте инвестировать в него и также развивать свою команду но это время до пандемии я называю как некая первая версия вообще сообщества skyworld комьюнити и я скажу честно вот сейчас вот оглядываясь назад было очень очень просто работать по сравнению с сегодняшним днем и я эти времена вспоминаю с большим удовольствием и для меня определенные сложности испытания не показывали именно в личном плане то что я перемещался по миру без конца с отрывом большим от своих семейных дел и конечно же каждый из нас с вами жертвовал чем-то ради проекта но это все было только первая версия начала формирования сообщества skyworld комьюнити после пандемии мы быстро перестроились на работу удаленно и многие получили возможность используя ресурсы ресурсы ip телефоней skyworld комьюнити работать буквально из любой точки земного шара с учетом того что в принципе компания начала создавать новые потенциальные контакты желающих и фактически лучшим тем кто начал работать по системе ледокол не нужно было искать новых клиентов потенциальных потому что желающих и было есть и будет хоть отбавляй и я очень рад что такие страны вообще вся африка фактически англоговорящая киргизия казахстан у нас работал латинская америка стала развиваться только благодаря введению определенной стратегии если рассматривать в рамках компании орг структуры организационной структуры компании то я могу сказать что это те этапы которые каждая компания которая видит свое развитие на несколько лет вперед а лучше на 10 лет вперед она обязана это сделать для того чтобы выжить на рынке для того чтобы когда происходит форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии например абсолютно оставаться на плаву и во время пандемии мы уже начали максимально склеиваться сплощаться и взаимодействовать уже на удалении когда были заперты в домах во время коронавирусной инфекции пандемии и мы продолжили работать и в этот период также это я называю версия 2 сообщество skyworld комьюнити и было непросто работать были и перебои перерывы в инвестициях по сравнению с теми графиками которые мы закладывали но все же мы выстояли абсолютно в этот период и сейчас мы переходим уже на сообщество 3.0 skyworld комьюнити и здесь я могу сказать что мы с вами каждый из нас с вами это и есть skyworld комьюнити ну если вот перевести это сообщество небесного мира может кому-то показаться странным мы сейчас переименовываться не собираемся но именно с тем расчетом что мы финансируем технологии транспорта нового поколения транспорта над землей небесный транспорт и первое название было skyway у самой компании это название абсолютно коррелирует и фигурирует и я долго думал какая же стратегия должна появиться еще перед следующими вызывающими факторами и дестабилизирующими обстановку потому что естественно так как я анализирую многие вещи в современной экономике в современных трендах я ожидал что будут те события которые происходят в виде рецессии и если отмотать отмотать мои вебинары назад например год полтора года назад я говорил об этом но есть у меня хороший знакомый в трейдинге и в рынке акций он всегда мне говорит что есть понимание что это будет но фактически на рынке акции на рынке крипты нет понимания времени но можно предопределить что это будет значит к этому абсолютно можно уже готовится поэтому мы сейчас и трансформируем сообщество sky world комьюнити в облик действительно такого взрослого организма взрослого взрослый взрослого существования когда никого потому что ну наше сообщество живое это не просто какой-то неживой айти продукт на наше сообщество состоит из больше чем 200 стран мира зарегистрированных в проекте более 90 страны это те кто инвестировали более пяти сотен тысяч людей это те кто в принципе произвели тоже регистрацию более 250 тысяч людей это те кто инвестировали и меньше чуть больше ста двадцати пяти тысяч людей это те кто продолжает инвестировать и по сейчас то есть это наши активисты все мы с вами сейчас вот смотрит этот вебинар либо онлайн записи либо живую мы с вами активисты и у нас у каждого есть своя роль и с недавнего времени уже фактически больше месяца ведется реализация стратегии трансформации сообщества sky world комьюнити вы увидели что марафоны например тому латиноамериканский марафон на производится совершенно другом виде сейчас вы увидите формат события на мариной горке вы многие из вас тоже кто кто был в группах по стратегическим сессиям это лидеры в первую очередь стран прошли уже стратегические сессии чехи словаки германцы африканцы вьетнамцы и для чего это все проводится для того чтобы понимать и слышать сообщество что желает само сообщество потому что у нас мульти интернациональное сообщество естественно сейчас мы переходим уже на стадию формирования сообщества планетарного масштаба в логике применения самых современных механик геймификации то есть и графикации если говорить по-русски у нас изменится вы увидите вообще то на фойс есть такое понятие то есть тон общения сообществом через социальные сети изменится язык подачи информации но пример тому вы наверное видите как многие бренды взять авто бренд роллс-ройс который был всегда таким вот консервативным брендом он стал таким вот более молодежным изменился стиль общения с аудиторией иначе аудитория просто не будет слышать примеру банковской сфере если говорить про русский пример это альфа банк вообще совершенно по-другому начал взаимодействовать со своим сообществом внутри своих ресурсов и я считаю что в современную эпоху выживут те компании которые а делают бизнес от сердца от всей души абсолютно со светлыми намерениями и б кто ценит своих людей кто видит свое сообщество участников и все роли и кто умеет подсвечивать выделять и приподнимать эти роли где кто-то кто действительно хочет расти поэтому это направление было запущено параллельно с платформой адаптации обучения я вам приведу пример что вначале никто не является профессионалом в том что делаешь и и платформа адаптации обучения она начиналась в принципе с определенных тестов и гипотез у нас появился курс по продажам внутри личного кабинета это сработало не так как хотелось потом уже возникла концепция выстраивания платформы адаптации обучения в декабре 2021 года была запущена первая версия для чего это было запущено потому что ну я как координатор и идейный вдохновитель этой системы я понимаю насколько мне в определенный период помогло бы это достичь просто в десятки раз большего результата и представьте этот инструмент дать сейчас людям которые нуждаются в современной ситуации быстро развиваться быстро достигать результата и мы это реализуем оцифровывая опыт самых успешных партнеров например мне уже сложно оцифровать опыт потому что мой опыт совершения достижения первого такого серьезного статуса он прошел давно я могу что-то забыть но сейчас мы уже запустили на этой неделе фокус-группу версии 2.0 платформы адаптации обучения вы увидите совершенно новый формат подачи образовательных модулей у нас работает целый отдел методологии который имеет возможность на себя брать нагрузку создание двух трех а то и четырех курсов с многочисленными модулями и на июль у нас уже запланирована работа для чего мы это делаем мы это делаем не для того чтобы у нас появились некие продукты знаете там как юридическая схема преподносить это в виде каких-то пакетов отдельных под образовательные продукты нет мы это делаем для того чтобы наше сообщество чувствовала абсолютную поддержку и росло профессионально очень быстро намного быстрее чем это сделали те лидеры которые уже достигли результаты знаете как в песне поется наши дети будут лучше чем мы мы хотим чтобы те партнеры которые приходят сейчас достигали результата намного быстрее чем достигали мы и эта платформа адаптации обучения она постоянно будет трансформироваться дополняться на основе тех образовательных процессов которые будут проходить студенты то есть если студенты будут через определенные опросы которые там вшиты говорить определенные вещи которые с помощью которых следует изменить структуру платформы мы будем менять потому что мы всегда хотим чтобы партнер который попадает сообщество sky world community чувствовал себя абсолютно защищенным абсолютно комфортным в своем развитии что его поддержит для этого будет развиваться система наставничество и также у нас развивается сейчас внутренний тренерский состав который позволит очень быстро смасштабировать естественно мы говорим на русском языке именно члены правления я говорю на русском языке наша команда платформы адаптации обучения архитектуры сообщества вот этих новых направлений тоже говорит на русском языке но мы поняли как устанавливать мосты и с помощью исследования постоянного исследования аудитории то есть фактически каждый день происходит какое-то исследование созвон опрос мы держим сообщество на пульсе и не только те кто достигает сейчас результат например вьетнамцы нет мы хотим выстроить комфортную систему для развития для всех стран и для всех наций то есть перейти повторюсь создание именно сообщества планетарного масштаба и насколько просто будет развиваться когда у вас будет свой наставник вы будете попадать в специальный чат по статусу по городу вы будете чувствовать себя действительно в сообществе этим играют порой различные бизнес сообщества и это будет очень результативно поверьте мне на слово ну вот такой небольшой экскурс я всегда вебинары свои буду начинать с того что происходит внутри sky world community если говорить вкратце у нас также никогда не было нормального сформированного маркетинга и сейчас мы с рынка действительно берем лучших специалистов потому что наша компания получила огласку определенную в кругах маркетологов это то есть education technology образовательные технологии пиар и руководитель отдела маркетинга присоединилась очень мощно именно к sky world community это не то что партнерская программа маркетинг нет это другое появятся многочисленные автоворонки появятся многочисленные дополнительные элементы трафика мы будем выходить уже на маркетинг международный для словаков будет свой маркетинг для индонезов свой маркетинг и это очень интересная амбициозная задача для данного сверх профессионала в индустрии и формируется пиар направление мы начинали с этого мы работали с репутацией вы помните в 2000 не помню уже в каком двадцать первом или может быть двадцатом даже году мы проходили определенный экскурс по защите репутации и сейчас у нас продолжается работа но формируется отдел public relations то есть отдел пиара как а скайволд комьюнити постепенно о нас начнут писать сми также лучшие специалисты сейчас присоединяются по пиару я не буду говорить всегда говорю когда свершилось по маркетингу все мы получили очень мощного специалиста сейчас буквально вот на на следующей неделе я как руководитель отделения внутри которого этот отдел находится буду проводить дебрифинг и мы будем уже конкретно составлять дорожную карту и действие за действием шаг за шагом будем внедрять маркетинг именно нового поколения скайволд комьюнити я могу сказать повторюсь что маркетинга в том виде в котором он должен быть в нормальной компании в нормальной финансово-социальной платформе международного уровня у нас не было никогда представьте насколько это мощная точка роста нормального пиара у нас также особо никогда не было мы перерыли очень много специалистов и очень тщательно подходим чтобы и в плане идеологии и понимания того что мы делаем появлялись правильные специалисты если по пиару я могу сказать ну в районе 10 только с кем я общался а еще отделение построения это отдел отделение рекрутинга скайволд комьюнити общались то есть происходит огромная внутренняя работа вы увидите в социальных сетях по результатам стратсессии вообще какие у нас облака слов то есть что созвучно вьетнамцам например это визуально будет понятно и видно и постепенно каждый из вас станет максимально ближе друг другу и вообще к ядру сообщества скайволд комьюнити вот таким вот образом дорогие друзья чтобы вы понимали что происходит огромная внутренняя работа и по мне если говорить ну вот то что я веду вебинары это примерно ноль один наверное процента от того что я я лично реализую внутри компании итак давайте перейдем к дальнейшим разделам вебинара стандартные тоже разделы мы освещали ситуацию с теслой я немножко тоже на основе той информации на основе тех событий которые получаю хотел бы в эту тему еще чуть больше погрузиться я рассказывал вам те случаи когда автопилот теслы преградил путь для роботакси когда произошел инцидент также с пожарной пожарным автомобилем и недавно через расследование анализ инженерные работы автопилота тесла было выявлено что автопилот отключается ну буквально за несколько секунд до аварии для чего это сделано но это на самом деле в стиле маска в традициях маска и у анатолия эдуардовича абсолютно другое мышление по поводу закладывания стандартов и в технологическую основу и в бизнес основу и в маркетинговую основу но то маска так было сделано для того чтобы при судебных возможных разбирательствах невозможно было доказать вину автопилота то есть вот представьте это для меня второй факт первый факт по маску у меня был такой вот как бы нюанс огромный отмечен когда он сделал для первых инвесторов отсечку по цене по стоимости акций для этого в определенный момент акции искусственно очень сильно обваливались в цене то есть ну просто различные пиар так скажем события происходили для того чтобы понизить рейкинг теслы естественно акции падали в цене и потом компания просто совершила крупнейший обратный выкуп почему потому что ниже определенной отметки упала стоимость акций и ранние инвесторы просто не могли никак юридически продать эти акции они точнее конвертировать даже доли в акции они могли только продать компании на рынке они не могли продать абсолютно и был совершен крупнейший обратный выкуп то есть вот таким образом компания тесла поступила с ранними инвесторами если говорить про spacex то недавно тоже были сведения что уволили всех сотрудников которые говорили что-то против илона маска ну то есть это абсолютно такой стиль ведения бизнеса не созидай и здравствуй как вот сказал в своих социальных сетях Анатолий Эдуардович Ницкий именно разделяя властвуй то есть от той парадигмы от которой Анатолий Эдуардович как раз хочет отойти и какой же выход на самом деле сейчас вот при той ситуации когда экстремальные действительно настроение на рынке акций то есть вот такой показатель бофа это бычий и медвежий индикатор то есть если бы бычий соответственно тут было бы пожелание продавать здесь вроде бы покупать но просто экстремально на нуле находится этот индикатор он очень давно не находился на нуле я вам честно признаюсь то есть это экстремальный страх у инвесторов и хотели бы вы чтобы в этот период компания например потенциально вышла бы на IPO и вообще что сейчас происходит с IPO и что происходит с подобным рынком первичных предложений да ничего не происходит потому что сейчас постепенно все переходит в мировую рецессию и вот те компании которые смогут пережить мировую рецессию те компании и действительно будут формировать образ новой современной реальности в нашем случае как совладельцы инвесторы этой инфраструктуры и транспорта логистики ну и в принципе основ для закладывания умных городов а умные города в том виде не просто там привязать датчики причем в Нидерландах был такой случай на самом деле даже в обход жителей одного небольшого города власти сделали из города умный город то есть привязали кучу датчиков и фактически оцифровали все операции все стало максимально подконтрольно но стал ли от этого город умным это примерно так же как какие-то датчики привязать например к лошадиной повозке станет ли от этого лошадиная повозка умной нет это будет просто лошадиная повозка с датчиками не более того поэтому умным город станет только тогда когда будет реализовано действительно современная безопасная экологичная дешевая по сравнению с существующими видами транспорта в строительстве в эксплуатации технология и которую зашиты все виды аналоговых цифровых сигналов тогда да основой для умного города подобная транспортно-логистическая система может быть и уже на основе этих артерий вен будет формироваться облик умного города потому что там уже не будут перемещаться автомобили и это будет такой пешеходный город и Анатолий Эдуардович об этом не раз говорил в концепции про линейные города я не раз говорил и тоже повторюсь что мое убеждение да простят меня создатели электромобилей беспилотных автомобилей ну это как пейджеры то есть от этого произойдет быстрый переход но но пейджеры получили массовое применение они дошли прямо вот до самых слабо развитых стран до стран третьего мира до самых отдаленных стран и потом также резко как они получили развитие они пропали потому что появились смартфоны появился тот аппарат который обогнал пейджер в своем развитии и предоставил пользователю максимум количества функций на мой взгляд все беспилотные автомобили и все электромобили которые перемещаются по обычной дороге это пейджер по сравнению с смартфоном и как раз таки если говорить в аналогии пейджер смартфон смартфоном является транспорт над землей умный электромобиль который перемещается по строго определенной полосе с исключением абсолютным дтп загрязнение окружающей среды и так далее и тому подобное все кстати это можно узнать очень повторюсь крутой сайт всем рекомендую к посещению уст инк и с юницкай.ком будет переадресация сейчас отныне на уст инк я горд действительно быть совладельцем такой компании которая задумывается о любых моментах и сейчас такой имиджевый западный серьезный сайт я думаю в том числе для подготовки после выхода на коммерческий рынок и подготовки различных публичных предложений а кто знает может быть уже ведутся переговоры по поводу достаточно серьезных инвестиций ну а я о них не в курсе о том о чем я не в курсе я привык не говорить абсолютно и не строить даже догадки ну вот также пример по поводу электромобилей электромобили также сейчас будут максимально поощряться я только пример России привел это происходит по всему миру то есть отмена транспортного налога в случае с Россией бесплатный проезд по платным дорогам все что угодно только пользуйтесь электромобилем ну и в свете того что в принципе рост цен на бензин на газ вне России он просто катастрофический и это также преимущество потому что струнный транспорт может двигаться на любом типе движителя будь то это бензин будь то это дизель будь то это электричество будь то это водород будь то это солнечная энергия все что угодно любой вид энергии все зависит от нужд и требований заказчика поэтому на мой взгляд это решением в современной ситуации я вот привожу аргументы и сейчас постепенно Арслан наш копирайтер очень талантливый и именно профессионал работы со смыслами совместно со мной будет упаковывать большую такую базу знаний на основе всех моих вебинаров потому что не хотелось бы чтобы вот те тезисы которые я приводил они как-то терялись и помог их сможет получить в виде базы знаний любой кто будет проходить платформу адаптации и обучения я считаю что при массовом запуске платформы адаптации обучения sky world community каждый желающий активно развиваться внутри проекта будет ее точно проходить поэтому дорогие друзья я могу сказать что сейчас тот этап когда технология компания плавно развивается и нам сейчас необходимо предпринять максимальные усилия для повышения результата знаете почему даже не потому что к примеру компании как-то не хватает денег компания и так работает в условиях недостаточного финансирования и увидите что тот состав действительно флагманов компании и можно также в разделе команда посмотреть на сайте он не особо меняется сквозь годы меняются те люди которых Анатолий Эдуардович и Надежда Геннадьевна как-то тестируют пробуют конечно очень большой процесс отбора и отсева происходило во время пандемийной ситуации более чем тысячи людей сократился кадровый потенциал до чуть больше чем шесть сотен но это ничего по сравнению с тем что Siemens например имеет сейчас количество кадров в районе десяток тысяч людей поэтому компания проходит постепенно то что она должна пройти для подготовки к выходу на коммерческий рынок ну фактически уже совершается выход на коммерческий рынок потому что были подписаны по декларации и объявлениям Анатолия Эдуардовича как минимум четыре контракта по адресным проектам то есть проходит сертификация соответствую качеству прошла эта сертификация также также проходит новая сертификация на ISO 9001 2015 например также проходит сертификация на экологические стандарты в Республике Беларусь струнные технологии Анатолия Эдуардовича абсолютно признаются разработчик компании струнного транспорта признана научной организацией включена список добросовестных организаций также сертификация по стандартам экологического менеджмента и охраны труда в области международного уже взаимодействия была пройдена и это делали уже партнеры Unitsky String Technologies это ТЮВ организация ТЮВ может сертифицировать сейчас вообще в принципе совершенно на мой взгляд все что угодно в любой стране для Unitsky String Technologies потому что Unitsky String Technologies доказывает абсолютную свою профпригодность профессионализм ведения и проектов и создания технологий в соответствии этих технологий всем закладываем стандарт на каком этапе развития мы сейчас находимся тоже очень интересная история на сайте я рекомендую всем посмотреть и возможно даже кто-то будет профильным специалистом и напишет Unitsky String Technologies ну я прошу писать только по сути только по конкретике ну я рекомендую посмотреть раздел команда в компании и в графе компании и вы увидите этапы то есть это путь от становления стартапа действительно серьезной компании в декабре 2021 я только что показывал были получены сертификаты соответствия требованиям безопасности сертификат соответствия к качеству далее транспортные инфраструктурные решения представлены на различных выставках в первую очередь на выставке экспо 2020 завершение ребрендинга компании и начата работают над первыми коммерческими проектами декабрь 2021 года сейчас у нас на минуточку июнь 2022 года то есть другая бы компания они бы просто рассылали какой-нибудь дайджест минимальный вообще буквально абзац и все инвесторы просто бы ждали то есть вот так происходит вообще в мире стартапов в принципе когда человек становится совладельцем если это какое-то коллективное финансирование не технологии а просто небольшого проекта например на платформе совместного инвестирования кикстартер на краудфаундинг какой-то платформе то человек отчета может не получать поэтому абсолютно понятно почему на двадцать первом году в истории развития остановились потому что сейчас идет развитие внутренней компании и представьте вот такую ситуацию вот многие говорят что вот нам ничего не рассказывают информационная тишина но представьте что рокфеллер всем бы рассказывал трубил когда причем углеводороды возили на железнодорожном транспорте что вот я буду строить трубопровод и нефтепровод и еще в таких-то странах как вы думаете он бы построил или его остановили бы вот такая банальная аналогия естественно он бы ничего не построил и здесь должна соблюдаться абсолютная секретность я при моих так скажем возможностях общения никогда не задаю лишних вопросов по адресным проектам потому что я знаю что пул адресных проектов он постепенно увеличивается ведется постоянная проработка и и никто не спрашивает например что происходит внутри sky world комьюнити что мы делаем чтобы показывать лучший результат также и мы не спрашиваем что происходит внутри униска сложная карта вообще коммерческого проекта технико-экономическое обоснование представьте были подписаны четыре контракта в начале происходит технико-экономическое обоснование шесть месяцев прошло значит вероятно сейчас этап уже проектных работ это 12-18 месяцев проектирование и строительство могут идти параллельно если это не противоречит законодательству страны и 3-6 месяцев это уже пусконаладочные работы обучение персонала введению в эксплуатацию плюс гарантия еще то есть фактически давайте прикинем по минимуму 18 месяцев это технико-экономическое обоснование и проектные работы будет ли кто-то говорить что ну и что это дал дало бы в принципе что вот такой-то стране это дало бы только негатив потому что не раз ложились буквально после получения информации когда-то мы на вебинарах тоже рассказывали потому что сама компания открыто об этом говорила и буквально через сутки была подготовлена профессиональнейшим образом статья желтой прессы и лежала например у министра транспорта либо представителя властей с кем велось общение в той или иной стране никто сейчас этого не хочет повторять опыта также происходит посещение делегаций и оно и будет происходить сейчас это абсолютно понятно так несмотря на то что экспо 2020 прошла несмотря на то что в принципе выставок сейчас становится меньше но это не от выставок не от экспо зависит абсолютно это зависит от интереса к технологии то есть едут специально для того чтобы увидеть это вживую для того чтобы персонально задать вопросы недавно мы общались с владельцем семейного инвестиционного фонда и он предлагал нам схему которая нам неинтересна и тот кто будет работать потом с крупными инвестициями запомните что до начала реализации коммерческих проектов когда инвестиции еще идут технологии неинтересны никакие займы потому что займы уже возможно проектах и то не факт будут рассматриваться сейчас интересны только конкретные деньги не залоговые активы даже не рассматривается не золото не серебро не различные государственные облигации нет только живые деньги и владелец этого семейного фонда несмотря на то что мы после определенной дискуссии ему сообщили что это неинтересно в плане займа он возможно посетит шаржу и никто не говорил просто сказали что будет дорога обязательно заезжайте вы увидите все в живую и я думаю что он спланирует вообще так своей бизнес поездки чтобы все таки в арабские эмираты заехать и в шарже побывать ну это примерно так же как инвестировать на ран на ранних стадиях в интернет технологии тут ничего не скажешь тут нужно подстраивать свое расписание поэтому делегация за делегацией они приезжали приезжают и будут приезжать и продолжат приезжать уже даже после реализации первых адресных проектов там их будут сталкиваться буквально топы я думаю в очередь будут выстраиваться на белорусской земле происходит абсолютное еще большее признание университеты один за другим вот сейчас представители белорусского университета посетили компанию разработчик струнного транспорта центральное телевидение посещает серьезная делегация и это уже будни то есть компания показывает это как будничные новости это не является каким-то мощным информационным поводом так должно быть у компании которая постоянно развивается бизнесмены из индии арабских эмиратов испытали струнный транспорт в действии здесь это основатель компании которая реализует проектах чистой энергетики сельскохозяйства инфраструктуры я думаю интересно ему было послушать про гумус управляющий директор индийской транспортной компании то есть профильные компании как вы думаете вот тоже кстати я читал в комментариях что об американских компаниях узнает кто-то из сми а вы знаете какие бюджеты на сми тратятся чтобы вот эти публикации появлялись да есть гениальные пиарщики которые могут делать какие-то такие полубесплатные поводы но они работают не так для того чтобы создать массовую маркетинговую компанию тратится колоссальный бюджет и здесь работают профильные источники в которых компания развив развивается например railway technology британское издание и это захват лида на виде потенциального заказчика адресного проекта с ними связывает с ними идет работа я думаю все это налажено в юниска страны как результат это приезд делегации но повторюсь это зависит не от выставок то есть это внутренняя проработка которую мы не видим помимо индии арабских эмиратов опять с египта приезжали серьезные представители и повторюсь они так и будут приезжать потому что интерес к технологии огромный я здесь не буду останавливаться на вьетнаме то есть франтишек solar как человек организующий основные процессы коммуникации с самого начала по направлению с университетами во вьетнаме я думаю что он поведает и новость об встрече с вьетнамской ассоциацией университетов и колледжей была опубликована в специальных электронных изданиях выставки также продолжаются недавнем времени прошла выставка в Абудабе я там посмел считать так скажем что одной из ключевых целей было личное знакомство с директором проекта линейного города и опять же будет ли говорить об этом компания или нет ей решать компания двигается в своей стратегии мы двигаемся в своей стратегии а результат общий результат общий чтобы произошла коммерциализация чтобы мы вернули свои инвестиции кто-то реинвестировал кто-то отправил на улучшение своей жизни эти средства но компания продолжает участвовать на выставках для того чтобы расширять свой мировой потенциал необходимости применения технологии в данном случае была проведена выставка в Азербайджане в Баку и статья также вышла на сайте британского издания Railway Technology кстати тоже из стартапов покажите мне в этот период вообще современной геополитической и экономической нестабильности много ли компаний участвует вот так вот активно в выставках это уже можно сказать устаревшие новости по строительству но для меня отсечкой будет осень 2022 года когда на четвертую на пятую трассу это длина уже протяженностью более двух километров для достижения скоростей сто пятьдесят километров в час и движение одновременного и подвесного и навесного транспортного модуля как пассажирский так и грузовой одновременно полностью нагружен со скоростью сто пятьдесят километров в час как вы думаете когда вот это будет продемонстрировано что скажут ожидающие сейчас осени потенциальные заказчики адресных проектов но я думаю что ответ очевиден это я все говорю дорогие друзья для того чтобы сложилось полное понимание не то что впечатление какое-то ощущение что проект развивается не смотря на все сейчас турбулентности сложности сложности в поставках вы видите как нарушилась вообще современная логистика то есть даже во время ковидной пандемии оказывается нормальная логистика была а сейчас не дай бог если что-то произойдет с тайванем и с чипами то еще больше возникнет изменений в современных реалиях но в этих измененных современных реалиях компания продолжает двигаться никто не собирается закрываться прекращать свое развитие мы находимся я считаю на таких вот финальных рывках и они не будут длиться долгие годы я думаю что настанет тот момент когда произойдет объявление от компании что уже остается мало времени я не буду говорить конкретный какой-то период потому что я его не знаю но я говорю как я чувствую потому что необходимость в этой технологии колоссальная конкуренты после пандемии они очень сильно пострадали сейчас современная экономическая ситуация их она еще больше начинает атаковать только струнный транспорт только униска стрим технология максимально мощно по сравнению с ними сейчас стоит на ногах и может сформировать действительно львиную долю транспорта над землей и распространиться на весь мир на все страны и на все континенты благодарю вас за внимание дорогие друзья вот такой вот вебинар напишите от 1 до 10 как вам информация и до скорых встреч на следующих вебинарах следите за расписанием у нас к сожалению сейчас происходит смещение вебинаров очень много задач буквально после вебинара я успею надеюсь пообедать за 10 минут причем обед представьте в 16 минут и потом еще три встречи три встречи для максимального улучшения работы тех зон ответственности которые я на себя взял Sky World Community дорогие друзья готов ответить на 1-2 вопроса я буду завершать адресный проект Гульмира спрашивает какой-нибудь уже вышел на этап строительства нет на этап строительства определенный не вышел если бы вышел на этап строительства то мы бы это все увидели говорю тоже как есть инвестируйте еще вот Ержан говорит всякие проекты ну я здесь за фокусировку максимальную я не буду хаять какие-то технологии но знаете принцип самурая и принцип сосредоточения когда когда ты направляешь внимание на одно что-то ты формируешь максимальную энергию энергию она просто прорезает вот пространство и достигает уже цели в будущем поэтому задумайтесь об этом об этих словах это из разряда квантовой физики ну если будете распыляться то так как вы будете распыляться так в ютубе особо нет вопросов так обратный выкуп будет как я говорил николай на прошлых вебинарах сейчас компания анализирует именно юниска и зависимости от поступаемых дополнительных средств от предпроектных предложений и так далее будут приняты решения ну естественно те возрастные категории которые были обещаны прошлый раз они будут соблюдаться а как насчет экофеста 22 экофест 22 я не скажу сейчас точные даты но по моему ощущению он будет и следите кстати за новостями лучшие из вас могут приехать на марину горку выиграв определенный промоушен который мы очень скоро запустим в рамках запуска платформы адаптации обучения на русском языке и параллельного ее перехода на уже мультиязычность мультиинтернациональность и в области и в логике тренеров и в логике самих процессов обучения будет очень мощное мероприятие готовится в рамках новой архитектуры сообщества поэтому принимайте свое участие и в принципе также как я могу порекомендовать участвуйте в том промоушене который в недавнем времени был запущен это промоушен который будет длиться определенное продолжительное время и очень интересный на самом деле промоушен это Sky World Community Champions Challenge который сейчас в самом разгаре и можно выиграть миллион долей купоны повышенного номинала а также путешествия и различные другие крутые награды заходите в социальные сети смотрите изучайте ваши личные кабинеты дорогие друзья до скорых встреч на следующих вебинарах мы создаем будущее финансируемого Sky World Community с вами Алексей с в в в Продолжение следует...